К каждому, кто захочет поделиться, то есть либо в формате интервью кому это удобно, а кто захочет в формате рассказа. Если кому-то нужна будет помощь, мы, конечно же, зададим вопросы. А у кого-то, может, это будет поток, такая история интересная. Поэтому в любом формате, лишь бы это было от души интересно и чтобы это случилось самое главное. Самое главное для себя выделить несколько таких моментов. Кто я? Представится, допустим, я Бардашов Виктор. С такого-то времени я в компании, моя цель была такая-то. Сегодня я получил то-то. Мои результаты на сегодня, так скажем. Видно было, сколько вы в компании, какой срок, сбылись ли не сбылись ваши ожидания и какие планы у вас на будущее. Что вы же дальше ждете от компании? Ну, как-то вот так вот, не строго попало от самого, но чтобы прозвучали именно эти фрагменты. Да, а, конечно, еще, да, мне было бы интересно, как человек получил предложение и как он на него среагировал. Было ли принято решение сразу прям вот моментально или человек сомневался? Ну, то есть вот именно как человек, в общем-то, сюда попал? Да, да, кстати, очень хорошее дополнение, на самом деле, потому что, ну, начиная с того, что мы сами, вот, кстати, она не сразу приняли компанию, когда она, значит, пришла в нашу жизнь. И по большинству, наверняка у большинства из нас то же самое так было. Не все сразу приняли предложение о маркетинге, но, тем не менее, хватило ума разобраться, значит, включиться в процесс, ну, и получить те результаты, которые сегодня мы имеем, и еще будем получать большие результаты. Потому что, ну, слаженная работа компании, их желание развиваться, их желание делать компанию лучше для себя и для нас, как раз позволяет нам думать о том, что мы здесь можем добиться очень больших результатов. Ну, вот, я бы еще хотела попросить, кто все-таки решился и кто сегодня выступит, чтобы в чате написали, чтобы мы понимали, сколько это будет людей, чтобы понимать временной наш ресурс, да, как бы по регламенту. Можно и полчаса говорить, а можно, если будет много желающих, то время, какой-то регламент, да, определить. Байрам готов, Татьяна готова. Ну, мы, соответственно, надеюсь, расскажем, да, Виктор, Татьяна, нам, я тоже будет пять. Давайте это будет в потоке, но не больше пяти минут. Очень коротко, сжато. Семь. Ну, давайте. Пять минут даже это не много. Я считаю, две минуты достаточно. Не-не-не, нормально, пять минут. Не-не-не, пять минут. У кого-то может быть. Не-не, я вот смотрю, Иван там такой замечательный у нас сидит. И, может быть, ему мало будет пяти минут, потому что у него очень интересная история. Давайте тогда вот у нас первый Байрам написал в чате, давайте мы Байраму первого и подключим, первый Байрам поделится своей историей. Давайте. Да, всем привет, рад вас видеть, соскучился тоже очень-очень. Ну, я самый счастливый человек, что я во имя Кельсинге. И почему счастливый, потому что, сейчас постараюсь вкратце и все, с января месяца в маркетинге я, меня зовут Байрам Хаджаров, я сейчас проживаю в Таиланде. С января, не по-настоящему, по-настоящему с февраля, так как кто-то также был неправильно подключен через Google, никто не объяснял. Пока для себя не сделал выводы, что надо самому во всем разобраться. Вот. И первый вебинар, когда никогда я его не забуду, 50% понял, 50% ничего не понял. Вот. И смотрю, там один такой выскочка, вдруг оказался Михаил Вефелев, много знает, много говорит, думаю, дай-ка я к нему обращусь. Личку написал, мы с ним созвонились. Как я его только не раз спрашивал, о чем только. И он мне все объяснил. Я хочу сейчас поделиться своим направлением, а именно, я не призываю всех так делать, просто именно елочка из семи аккаунтов. То есть кому-то выгодно и с одним аккаунтом зарабатывать, конечно, больше. Но у меня семь аккаунтов. 20-го числа я создал семь аккаунтов, по 300 долларов раскидал, 2100 долларов. 20-го какого месяца? В февраля, сори, в февраля. Да, прошло сейчас три месяца, примерно, мои результаты, от всей души с ними делюсь. Вот. Моя задача была сделать каждый аккаунт довести до 1000 долларов. То есть я по 300 раскидал, но до 1000. Мне все говорили, ну, заработал немножко, ну, вытаскивая. Я говорю, нет, только реинвест, реинвест акции, все, что можно, тысячи. Задача номер один. И что на данный момент? 10 тысяч долларов рекламный бюджет в общем на семи аккаунтах. Плюс 2100 долларов, которые я властвовал. Я их вернул полностью, потому что многие об этом в первую очередь думают. Вернуть, главное вернуть. Так самое интересное. Ах, не получилось мне сегодня перед вами похвастаться. 250 долларов не хватило, ну, ничего страшного. До бонусного уровня полторы тысячи. Ну, завтра, позавтра, надеюсь, я об этом всем расскажу. То есть 100 долларов бонус, 500 долларов бонус. Вот, сейчас полторы тысячи на днях должно. Обязательно 250 не хватает. И 200, получается, я вернул даже бонусы, то, что вложил. Видите, как все вдвойне. Вот. Классно. Очень счастлив, да. Ну, все. Потому что все хотят высказаться. Байрама, скажи, пожалуйста, а кто тебя пригласил и как ты принял решение? Смотрите, меня вообще принял я решение, как, благодаря, я уже рассказал тоже раньше, у нас здесь такая была коротенькая пирамидка в Таиланде, благодаря которой мы все здесь тут и познакомились. Заодно и про и-маркетинг узнал. Вот. То есть, благодаря чему-то увидел другое. То есть, как вам сказать, остался, вообще хотел начать историю с того, что я остался без работы, потому что я в туризме работаю. Вот. Нет туристов, нет работы. И были какие-то накопления, которые заканчиваются. Я даже посчитал, но, наверное, в июле, в августе бы они закончились. А как жить дальше? Как быть? И еще, почему я говорю, я счастливый, я сегодня, я где-то неделю, полторы, две назад сказал себе, как мне хочется поделить свои истории, как мне хочется поделить свои истории. И вот сегодня надо же. Спасибо вам. И вот я пошел, не поверьте, я никого здесь не знаю, потому что раньше было дом-работа, дом-работа. Пошел просто в ресторан русской кухни, познакомился с людьми, которые мне предложили именно вот такие маркетинги. И самое интересное, самое интересное, что я полностью разобрашиваю свои маркетинги, сейчас своих вышестоящих учу. То есть где, как, что подсказываю, и мне это нравится. А так у меня веточка идет Татьяна Недосекова. Вот наша ветка такая. Байрама, можно еще вопрос? Да, да, да. А какой вот самый главный, возможно, критерий был? Или вот по какой причине, почему ты принял решение? Что тебя привлекло в этой компании, в этом проекте? Привлекло то, что вот сейчас модно стало предлагать разные проекты, но самое интересное, ни в одном проекте никто четко не может объяснить, как зарабатываются деньги именно с доказательством, именно вот от А до Я полностью, вот именно каким образом. А не так, что ой, на крипте, там еще на каких-то вложениях, еще что-то такое там. Вот, бла-бла-бла. Здесь все четко, ясно и понятно. Проверено, перепроверено. Спасибо. Спасибо вам за внимание. Следующая у нас была Татьяна Паган. Можно Татьяна вас услышать. Всем добрый день. Всех рада слышать и видеть. Да, я Татьяна Паган из Новосибирска. Я в компании с 2018 года, еще когда компания называлась EneroBrain. У меня есть структура партнеров, единомышленников. Мы там уже зарабатывали бонусы. Бонусы у нас были очень хорошие от компании. Там были тысячи прям даже долларов мы получали. Были у нас такие инвестпортфельчики. Я сегодня хочу поделиться буквально в двух словах о таком ресурсе, который я подняла буквально за последний год, как ресурс «Время». Для меня ресурс «Время». Почему? Когда компания наша вновь с нами начала сотрудничать после реструктуризации, я затормозила. Я затормозила, я остановилась. Я ничего не делала. Я сидела в страхе. Я тормозила свою команду. Мне хотелось разобраться. Мне хотелось какого-то большего доверия к себе, к компании. И я переживала за партнера, за их деньги, не за себя, не за свои деньги. В этот момент я работала в найме. И мне очень хотелось оттуда уйти. Мне 57 лет. Я уже официальный пенсионер. И мне очень не хотелось уже работать в найме. Я понимала, что в это время я ничего не делаю в компании. И в то же время в моей жизни ничего абсолютно не меняется в лучшую сторону. Деньги не прибавляются. Ну, то есть ничего нигде хорошего не происходит. И когда я разобралась в компании и в себе, благодаря Виктору Бардашову, благодаря Танечке Бардашовой, Таня знает почему, да? И благодаря своему спонсору, это Таня Недосекова. Я вот так вот сидела в таком вот страхе, что ли, почти год, ничего не делая. Но поняв с одного хорошего видео от Виктора Бардашова, я просто прослушала хорошо, законспектировала, посмотрела тоже все ролики, поняла. А что компания-то легальная, законная, и в тренде, и популярная, и в развитии. Ну, я могу много о ней дифферампе петь о своей любимой компании. И что как все легко, просто и прозрачно. Люди во всем мире что-то покупают, да, мы получаем прибыль. Все, практически это вот весь бизнес. Об этом говоришь, и тебе за это еще компания платит вознаграждение. Какой мой результат, когда я подключилась? Подключилась я буквально, наверное, активно уже. Месяца два с небольшим, наверное, вот я сейчас сотрудничаю с компанией вновь. Я получила бонусы 100, 500, 1500 долларов. Вот, и у меня осталось все меньше половинки. Я получу 2500 долларов тоже бонус. Но самое главное, что и мои партнеры начали бонусы получать. И я вот сейчас поймала себе на том, что мысль такая, что даже я не засовываю так бонусы в волну, как радуюсь, да, как за бонусы моих партнеров, когда они получают. Это вообще просто круто. Еще я считаю, что очень великий такой бонус от компании я получила. То, что с 1 мая я уволилась с работы. То есть я ушла из найма. Вот это моя цель достигнута благодаря нашей компании. Вот, и сейчас мой партнер, которому 62 года, вот, Юрий, он тоже, говорит, а я тоже так хочу, я тоже хочу у тебя, и знаем, а сколько можно работать. Ничего же в жизни не меняется, все равно. И внуки появились уже, и так далее. И он поставил себе такую вот цель. Я говорю, хорошо. Мы с ним сели, все просчитали. У тебя на роботе должно работать столько-то, вождание столько-то. Ты должен в месяц, допустим, выводить столько-то. Тогда ты будешь нормально, реально, комфортно жить. И вот тут мы с ним идем к его цели. Вот. И что я самое главное хочу донести, свою мысль какую-то? Что тормозить, как я, целый год нельзя. Останавливаться в жизни тоже нельзя. Надо делать, надо пробовать. Снова, снова и снова. Тогда все получится. Поэтому, мои дорогие, не повторяйте моих ошибок. Думать надо, мозги надо включать, разбираться тоже надо. Но не столько, сколько, как я год. Когда я глянула, сколько другие люди заработали, как они поднялись и помогли другим людям, а я в это время тормозила. Это, конечно, неправильно. То есть такое выражение упущенная возможность. Но я все равно благодарна и себе тоже, что я все-таки разобралась. Благодаря вышестоящим партнерам, особенно нижестоящей команде своей. Я здесь, я смело иду вперед. Я уверена, что все получится. Цель моя – помогать людям. Вот такая цель, что самой, кстати, успешной. Жить безбедно, достойно. У меня четверо внуков. Им хочется мир показать. И мои партнеры уже идут за мной тоже по моим целям. Допустим, даже мелочь. Уйти с работы, знаем. Но тем не менее, это очень много значит в жизни человека. Вот так, коротенько. Благодарю, что вы слышали. Отлично, Татьяна. Да, Татьяна, большое тебе спасибо. Очень такое эмоциональное выступление твое было. Но я знаю твой темперамент на самом деле. По-другому ты не можешь. Ты работаешь так же с темпераментом. Поэтому, конечно же, у тебя все получится. И дальше будет очень хорошо и стремительно развиваться. Успехов тебе, дорогая. Благодарю, мои дорогие. Я вас всех люблю. Благодарю. Дальше у нас Иван. 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 Секунду. Сейчас слышно? Отлично слышно. Извините, микрофон забыл включить. Видимо, немножко волнуюсь. Здравствуйте. Меня зовут Белову Софи Иван. Я по линии Татьяны Бардашовой и Виктора. В компанию совершенно случайно. Почему-то сразу без всяких сомнений зашел. Даже не какие-то 50 долларов тестовые. То есть пообщались с Татьяной. Вызвало сразу все доверие. Тем более заранее как бы еще от одного человека услышал. С полным доверием зашел. Просто сколько было в кармане, сразу завел. Через месяц еще, через месяц еще. Но прошел короткий период. Буквально, не знаю, месяцев пять. У меня с бизнесом не совсем все ровно было. Пришлось на эти деньги какое-то время даже жить. В принципе, мне хватало даже. Я не хочу, я не хочу, ну не могу, вообще не люблю говорить о цифрах. Но вот если Байрам рассказывал, то, наверное, за этот же период я достиг тех же результатов. Только потом лето получилось, в общем, абсолютно не занимался. С осени там что-то я пытался. В общем, некогда было. Я весь в стройке был, абсолютно сюда не занимался ничем. И буквально с января вернулся. Ну, как бы, все опять пошло, деньги пошли. Да, на сегодня, буквально две недели назад, я бонус полторы тысячи закрыл. Ну, судя по деньгам, наверное, все понимают, кто в этой компании. Какой оборот, какая команда. Вот, всех, кто зарегистрировались в компании маркетинг, поначалу, кто бы как не относился, скептически, с недоверием. На сегодня все благодарны, все мне звонят, благодарят. На самом деле, недовольных нет. Бывают же иногда технические какие-то заминки, компания развивается. Но вводят новые инструменты, старые закрываются, там какое-то движение. Да, есть люди определенные, видимо, внутри, внутренние страхи, их пугают. Но потом все проходит, и опять с оптимизмом все смотрят в будущее. Я, на самом деле, очень доволен этой возможности. Слово «доволен» — это даже очень скромно будет сказано. Я новые возможности увидел, себя почувствовал на самом деле новым человеком. Я понял, что тот бизнес, которому я доверял всю жизнь, строительству, он оказался не настолько стабильный, что ли. И если сравнивать риски, если ставить все как-то на весы, то я скажу, что как раз АИ-маркетинг себя проявил в более стабильной компании. К сетевому никогда себя не относил, а оказалось делиться. Я никогда не предлагаю АИ-маркетинг, регистрацию. Я просто с людьми делюсь, с близкими делюсь возможностью и полезностью. Ну, насколько искренне у меня получается, поэтому, наверное, конверсия почти 100%. Я просто делаю редко, но когда в компании завожу разговор, человек приходит ко мне с одним, уходит зарегистрированный в АИ-маркетинг. Буквально недавно Новосибирск на 10 дней слетал, но все мои друзья сразу зашли, с кем мы не встречались, и все довольны. Буквально сегодня вот еще. Ну, в общем, я не знаю, как-то дальше все идет уже, как сама волна. Видимо, когда люди видят пользу в этом, ну, просто пользуются моментом. Многие, да, многие думают, ну, а что ты раньше мне не предлагал? Ну, срабатывает синдром упущенной выгоды. Ну, это, наверное, у всех людей такое, да? Может быть, отчасти жадность. Есть такое плохое качество в людях. Ну, тем не менее, все искренние, поэтому я тоже без ума. Сложно сдерживать эмоции, но я рад, что я в компании АИ-маркетинг. Спасибо, Ваня. Отличный результат, Иван. Спасибо тебе, что... Вот смотрите, Иван сначала не сказал, но потом в течение разговора сказал, что он предприниматель. Он занимается строительным бизнесом. И на самом деле у большинства, ну, не большинства, а есть люди, у которых есть страх разговаривать с предпринимателями, что они не послушают вас. Вот наглядный пример, как предприниматели относятся к дополнительным возможностям. Поэтому смело работаем со всеми категориями людей, потому что, ну, денег еще никто не отказывался. Пожалуйста, у нас там... Следующая у нас по очереди Наталья Калинина открывалась. Да, всем здравствуйте. Слышно меня, видно? Видно, Наталья, рада видеть тебя. Да, привет, да, я тоже рада видеть, Виктор, привет. Вот, я в двух словах. Я в компании вообще не очень давно, два месяца вот было, 22-го числа. Но, честно, хочу сказать, что сразу, вот как Иван говорил перед этим, что он зашел тут же. И я зашла точно так же. Я увидела презентацию и сразу только позвонила и спросила, что надо делать. Все, больше я, как бы, никаких у меня не сомнений вообще по сей день. У меня как-то абсолютно спокойно. Я знаю, что я там, где надо. И в нужное время вообще мне просто рассказывать людям. Хотя я ни разу не сетевик вообще. Я всю жизнь проработала в отделе продаж. Ну, у меня, ну, госпредприятие. Но, тем не менее, да, как-то вот я вообще начала. Мне очень просто. Ну, хочу сказать, что я месяц, наверное, может, недели три точно я ходила с наушниками, и кофе пила, и гуляла, и все делала только с наушниками. Я все слушала, и я во всем разбиралась, задавала вопросы. И вообще мне сейчас просто, ну, большими результатами пока я не похвалюсь, потому что все-таки я тоже, я никого, ну, скажем так, не приглашаю прям настойчиво. Да, я просто рассказываю, человек хочет, приходит, и все немножко так с опаской. Поэтому пока еще так у меня команда создается, но никто еще не ушел. Вот пока на данный момент я абсолютно спокойна. Всех, кого я пригласила, все со мной. И смотрю, начинают подтягивать уже знакомых, друзей. Я с ними тоже работаю, помогаю. Мне вообще это очень нравится. Это мой бизнес, который, наверное, я все время искала, и я очень довольна и рада, что я его нашла, и что я здесь, и могу предложить людям тоже изменить свою жизнь в лучшую сторону. И меня это тоже радует и вдохновляет. Вот как-то так. Спасибо, Наталья, за твою историю. У нас, как вы видите, люди разные приходят, и все зарабатывают сами, и потом просто, и элегантно делятся с другими своими. Это так, да. Вот это на тот вопрос, как приглашать людей. Ребят, просто делитесь своими эмоциями, делитесь своим впечатлением, делитесь своими результатами. Потому что, на самом деле, у нас бизнес строится очень легко. Если мы уже пришли из товарного бизнеса, сетевого, и если там было сложно рассказывать о бизнесе, продукты, все остальное, делать дубликации очень было сложно, то здесь все делается легко. Как мы в шутку говорим, что раньше мы занимались товарным бизнесом, у нас дома был склад с продукцией, теперь мы занимаемся инвестиционным бизнесом, и у нас счета в банках, на карточках. То есть купим, значит, деньги на карточках. Оксана, может, что ты хочешь сказать? Там Татьяна, да, вот ты описала, я не знаю, правда, фамилия. Татьяна, я так понимаю, Вяткина. Татьяна Вяткина. Да. Танечка. Анатолий, всем здравствуйте, всем привет. Я, в принципе, как, в бизнесе уже полтора года в АИМ-маркетинге. Моя история похожа на Татьянину, Татьяны Богам. Тоже так же начинала в Энэйра. Потом был момент, когда я после закрытия временного, так сказать, Энэйра, да, приостановила свою деятельность. Это были люди, которые пошли вслед за мной в АИМ-маркетинг, но все на каком-то этапе делали, что-то делали, но как-то с осторожностью. Вот. Одна нога начала, правда, у меня активно развиваться. Очень довольно-таки быстро люди начали разбираться со всем с этим. И на сегодняшний момент они уже получают бонусы гораздо больше, чем я, да. Свои бонусы я начала получать практически, ну, можно сказать, совсем недавно, да, когда начала развивать уже вторую линию, активно с ней работать. Вот. И получила бонусы 100, и 500, и полторы. И вот сейчас уже тоже совсем, ну, меньше половины осталось для того, чтобы получить уже две с половиной. Ну, и, конечно же, еще заслуги здесь и Виктора с Андреем, да, тоже сыграли немаловажную роль при помощи марафона, да, в который я активно включилась с февраля месяца. И по сей день в нем постоянно участвую, потому что это дает и рост, и дает, во-первых, уже другую совсем осознанность. Меняется мышление, отношение к многим вещам, появляется больше уверенности, да, и на сегодняшний момент, в принципе, как, ну, мне несложно разговаривать с людьми, да, люди, которые попадают в мое поле зрения, да, я все время стараюсь с ними со всеми делиться. Потому что у самой есть результат, и, конечно же, почему бы и нет, вот, ну, и, конечно же, работаю со своей второй ногой, да, активно, потому что они у меня тоже активненько развиваются, вот, начали там все это включаться. Люди уже как-то, уже у людей больше доверия, потому что они видят результаты, видят в том числе мой результат, вот, ну, и, конечно же, благодарю и Таню, и Виктора, потому что, в принципе, сюда в бизнес, и в Инейро, и в АИ-маркетинг я иду вместе с ними. Потому что это люди, которым я доверяю, люди, которых я люблю, которых я знаю уже на протяжении, как говорится, ни одного, ни двух, там, ни трех лет, да, гораздо больше, люди, которые показали себя и в других проектах очень такими порядочными и отзывчивыми, вот, поэтому те, с кем не страшно, да, те, с кем идешь плечом к плечу. И есть, и те, с кем действительно, ну, получаешь очень много для себя нового, интересного, и, ну, постоянно получаешь для себя какой-то новый опыт. Вот, ну, в принципе, я все. Таня, спасибо тебе за отзыв. Скажи, на какой доход ты сейчас вышла? Ты считала? Сколько ты в месяц сейчас получаешь от АИ-маркетинга? Ну, в месяц я получаю больше ста тысяч, вот, в феврале, в марте, да, где-то, ну, где-то в пределах полутора тысяч, вот, в этом месяце уже гораздо больше, там, по-моему, около, даже если с бонусами, да, то я получила три тысячи долларов. Да, да, да. А с какой суммы, Таня, начинала? Начинала я совсем, кажется, с маленькой суммы. Если говорить об НР, то это было 64 доллара, да, потом я ее, конечно, там вырастила до определенных размеров, сейчас уже, правда, не помню до каких, но была не сильно большая сумма. Если говорить о АИ-маркетинг, то здесь я считала, да, у меня было даже меньше, чем 100 долларов я сюда положила своих собственных средств, остальное это все либо партнерские, либо кэшбэк, я постепенно-постепенно все это увеличивала себе. Вот, и, в принципе, очень, конечно, мне помогло, да, потому что были моменты, когда прям вот была вот такая жизненная необходимость в плане денег, да, всегда спокойненько могла раз там и вывести, допустим, для себя. Вот. Так что вот так. Спасибо тебе большое. Кто у нас следующий? Вот Владимир Филиппов, вроде здесь, я думаю, что он поделится, Владимир Филиппов. Был здесь, да, вроде здесь. Пока подключает микрофон, или, может быть, отошел. Давайте я поделюсь своим результатом и своей историей. Давайте. Оно у меня тоже такая интересная. Татьяна больше года назад мне рассказала про этот проект, и у меня было, ну, видимо, чем-то другим была занята, приоритеты были другие. В принципе, я была успешна, и с доходами у меня все было хорошо, а времени было очень мало. Разбираться, в принципе, не хотела, потому что где-то, наверное, в подсознании сидело, что это какая-то финансовая пирамида. То есть я просто не хотела разбираться, так скажем, не хотела вникать. Где-то вот на доверие Татьяне пошла, она мне периодически звонила и пинала практически, говорила, ну, ты зайди хоть посмотри, что у тебя там в кабинете. Ну, вот если она позвонит, скажет, я зайду, посмотрю, сделаю реинвест. Не позвонит, я и не зайду. И у меня вот прошлый год, ну, были периоды, что робот вообще не работал. И если вот взять я год и полтора месяца, так скажем, в компании, и за это время своими деньгами, то есть не считая кэшбэков, бонусов, я пополнила всего лишь 750 долларов. В прошлом году 250 и в начале этого года 500 долларов. И на сегодняшний день, ну, я просто влюблена в эту компанию, потому что, да, история такая, что случилось в моей жизни, непредвиденные обстоятельства. Я оказалась с проблемой со здоровьем и без работы. И вспомнила про компанию, зашла и посмотрела, что у меня с 250 долларов уже там за 10 месяцев накопилось 1600. Я спокойно попробовала и вывела на карту. То есть я сделала попытку, в смысле я занесла данные карты и очень была удивлена, что у меня через 7 или 8 часов деньги попали на карту. Боже, а что я сидела и думала? И хорошо, Татьяна с Виктором приехали уже жить в Сочи. Я тут же поехала к ним в гости, сказала, давайте, расскажите мне подробнее, давайте, я хочу разобраться, потому что мне это уже нравится. Но так как у меня была проблема со здоровьем, вот январь-февраль я не занималась проектом совершенно, но уже активно реинвестировала то, что у меня там было. То есть делала какие-то вот эти вот операции внутри кабинета. А начиная с марта месяца я начала, можно сказать, быть активным партнером этой компании. И за вот эти неполные три месяца нахождения в бизнесе я вам скажу такие результаты. То есть это партнерка плюс бонусы – это 8,5 тысяч долларов. На минуточку, за неполных три месяца, друзья, это 8,5 тысяч долларов. Я просто в полном восторге, потому что я не сетевик тоже ни разу, но у меня есть опыт, и опыт такой самой классической компании «Динозавры», это «Амблея». И вчера как раз думала о том, с кем-то разговаривала про компанию. Мало подключить человека к продуктовым. Надо же постоянно мотивировать, чтобы покупал продукт, если это клиент. То есть рассказывать о новинках. То есть это столько времени надо уделять бизнесу, чтобы бизнес рос. А здесь, о чудо! Люди приходят, инвестируют небольшую сумму. Через месяц-полтора, когда видят, какой идет прирост, какое идет приумножение, они принимают самостоятельные решения и добавляют в проект больше, больше начинают им делиться. И вот это действительно бизнес, который развивает сам себя. Тут надо просто подставлять плечо, чтобы человек понимал, что он не один в бизнесе, что есть кто-то, кому можно обратиться с каким-то вопросом, и на этот вопрос всегда ответят. Но мотивировать, делать какие-то действия, вот за эти три месяца я никого не мотивировала. То есть бизнес растет сам, структура растет сама. Делюсь легко на самом деле, потому что, да, есть вот такая глубокая уверенность в компании. Я понимаю, как это работает. Я понимаю, откуда здесь доход, что это реклама. Реклама на сегодняшний день – это дорогой продукт и очень популярный. Это тренд, он растет, потому что все уходит в интернет. Даже любой земной бизнес, любые магазины, если у них нет интернет-сайта, это уже чревато потерей определенного товарооборота и определенной прибыли. И поэтому у нас действительно огромные перспективы. Емкость рынка настолько, моему даже широкому воображению, вообразить, наверное, сложно. Сколько у нас еще предстоит осваивать, да, заключать контакты с какими-то интернет-магазинами. Но это делаем, слава богу, не мы. Мы вообще об этом не думаем, да. То есть маркетингом мы своим не занимаемся. Так как я, а я даже не представилась, я же коуч стратегический. С 2014 года я активно в интернете. Я активно привлекаю к себе клиентов, позиционирую себя, продвигаю себя в интернете. Я знаю, как этот механизм работает и насколько непросто себя продвинуть, привлечь к себе внимание, да, когда огромная конкуренция на рынке. И поэтому наша команда, команда АИ-маркетинга, да, то есть профессионалов, которые в ней работают, я понимаю, что они реально крутые и профессиональные. Глядя на ту конверсию, которую я вижу в разделе покупок, да, сколько просмотров и сколько совершается покупок, какой получается чек у магазина, который дает, да, рекламу. И я вижу, как это классно работает. И с такими показателями компания всегда будет востребована для рекламодателей. Соответственно, компания будет востребована в новом притоке инвестиций. И поэтому переживать о том, что придет еще 10 человек, принесет еще какую-то сумму, мы останемся без работы, ну, это утопия. То есть тут еще расти и расти. То есть это настолько взаимовыгодное сотрудничество, выгодно магазинам, которые не вкладывают в свое продвижение денег, не вкладывают ни в рекламу, ни в персонал, ни в идеи, ни в концепции, как себя продвигать, да. Они заключили контракт, они занимаются своими делами, занимаются расширением своей линейки, да, продуктов, возможно, там, качеством оказания своей услуги. А компания и маркетинг берет все остальное на себя. Компания и маркетинг получает свои за это бонусы, да, то есть часть кэшбэка получает и маркетинг. И часть кэшбэка получаем вы. Три стороны действительно заинтересованы в развитии, и это как три такие черепахи, да, помните, когда-то в древние времена не было представления, что земля круглая, было представление у людей, да, что три черепахи держат землю. И тут вот на самом деле такие три устойчивые черепахи, которые медленно, но верно, стабильно, последовательно делают свои действия. И из-за этого бизнес, ну, такой устойчивый, это сугубо мое мнение, я делюсь своим мнением, как я это вижу, как я это чувствую, и как я позиционирую нашу компанию, когда я рассказываю о ней. И большинство людей, ну, я не могу сказать, что конкретно конверсия 100%, ну, вот откровенно, да, кто-то есть сомневающийся, но меня это не трогает. Я понимаю, значит, этому человеку, либо сейчас не время, он придет позже, либо и не надо нам этого человека, нам все не нужны. К нам придут, как Татьяна Анатольевна говорит, я часто с ней общаюсь, и поэтому много-много чего от нее перенимаю, и перенимаю, естественно, хорошее, да, что все мои будут моими, никто, как говорится, от нас никуда не уйдет. Если не сегодня, то чуть попозже. И меня очень радует, что сейчас мои партнеры стали получать бонусы. Еще не так много, но это так кайфово, когда ты понимаешь, что человек, который тебе поверил и пришел, да, со своими целями сюда, и он уже достиг результата, он получает деньги. Я сейчас говорю, у меня мураши по коже. Это вот настолько классно, что я могу повлиять на жизнь многих людей, да, которые действительно услышат и пойдут, и они изменят свою жизнь, да, качество своей жизни, качество своего отдыха, качество своих развлечений, качество отношений. Это настолько классно, потому что я как коуч это тоже делаю, только делаю со своей стороны, да, я работаю как финансовый коуч, я помогаю и с финансами выстраивать стратегии, и помогаю голову почистить, да, вот от тех самых как раз страхов, убеждений, установок. Но тут не хватало как раз инструмента, который бы помогал уже вот этой чистой голове, да, зарабатывать деньги. А сейчас, можно сказать, пазл сложился. Есть возможность человеку изменить образ своего мышления, да, с мышления бедняка на мышление миллионера. Но что ему с этим мышлением делать, когда ему приходится опять пахать? А вот тут, пожалуйста, есть и маркетинг, который позволяет действительно стать миллионером и за короткий-короткий срок. Поэтому я очень благодарна, Татьяна, тебе, что ты не была назойливой, потому что если бы ты была назойливой, я бы вообще вычутнула это из головы и не вспоминала бы. А ты была очень корректна, аккуратна, ну, потому что ты хорошо разбираешься в людях, хорошо знаешь меня, и ты, ну, такой тонкий подход нашла, и у тебя все получилось. И я этому очень рада, как вот говорил Иван, да, иногда у меня так прямо говорят, ну, Татьяна, ну, почему ты мне в прошлом году? Я только хотела сказать, недавно ты мне претензию предъявляла, ну, почему ты не была настойчива? И я тебе сказала, ага, и что бы было тогда, если бы я была настойчива? Да, потому что у меня в прошлом году, ну, действительно, я была очень успешна, у меня был высокий доход, и я могла ежемесячно сюда инвестировать достаточно серьезную сумму. И я просто в голове, как математика, как финансист это просчитываю, какой бы у меня уже здесь капитал бы сформировался, ну, понимая свою упущенную выгоду, это как бы, ну, Таня, ну, почему ты не достучалась, да? Ну, тут вот совершенно верно, да, всему свое время. Поэтому я, наверное, уже свое время исчерпала, более пяти минут, была очень эмоциональна. Ну, и на цифрах, да, я вчера посчитала, у меня на сегодня 60 партнеров в моей структуре, и вот как Татьяна меня научила, я пришла, когда я разобралась в бизнесе, да, и сказала, я хочу много денег, мне надо много денег, я хочу, чтобы ко мне приходили люди не по 100 долларов, а приходили как минимум на 1000 долларов. Я себе такую в голове установку создала, и, о чудо, оно так и случается, вот правда, 50 на 50, наверное, те, кто приходят на 100 долларов, они через какое-то время приносят больше денег, а есть, которые приходят и приносят сразу, ну, инвестируют в проект сразу больше, не 1000, а гораздо больше. И вот эти установки, я вам их тоже очень хочу, чтобы вы мыслили точно так же, что это даже не только для вас, да, сколько для людей, для них лучше сразу результаты больше увидят. Но это чисто моя рекомендация, чисто делюсь своим опытом, потому что у меня это сработало и работает по сегодняшний день. И всем желаю больших профитов, больших чеков, больших бонусов. У меня цели очень амбициозные, я прилагаю на сегодняшний день с каждым днем все больше и больше усилий для роста и развития своего бизнеса и маркетинга. И меня это, ну, такое не очень красивое, корректное слово, но оно настоящее, меня вшторивает. Меня настолько вот действительно этот проект зажигает, и я с большим интересом, с большим ожиданием, и, нет, не ожиданием, я уверена, у меня даже нет ожидания, я просто уверена, что другого не может быть. Я просто иду, делаю свое дело, а каждый день, когда я утром открываю сайт один и второй, делаю так. Потому что и один, и второй сайт, и маркетинг, и эндби-нетворк каждый день меня удивляет, каждый день. Ну, вот как-то так. Всем благ, всем больших чеков, бонусов, больших команд, и самое главное, внутреннего состояния уверенности, радости и вот этого изобилия, потому что оно бесконечное. Действительно, нам можно все, и оно все есть в нашем мире. Всех люблю. Татьяна, Виктор, спасибо вам большое за помощь, за поддержку, за то, что вы всегда рядом и подскажете, и научите, и поддержите. И вам просто развитие, и всех-всех-всех благ. Спасибо тебе большое, Оксаночка. Спасибо, Оксана, тебе большое. Значит, мы, на самом деле, тоже очень рады, что ты к нам подключилась. С твоим приходом прям какая-то свежая струя пошла, какие-то новые идеи стали появляться. И, на самом деле, твой опыт, конечно, он очень полезен для всех. И твоя история, она тоже очень такая показательная. Вот, поэтому тебе очень благодарна. Спасибо. Откликнулась. Спасибо. Вот, Владимир подключается. Владимир хочет сказать историю. Пожалуйста. Меня слышно? Да, слышно, Владимир. Спасибо. Всем доброго дня. Вот, очень много позитива я услышал. Очень много интересного, как люди делятся своими достижениями. Я в вашей структуре, ну, она моя теперь, в моей структуре, вот, недолго, всего лишь два месяца. Ну, что смог, проинвестировал, и на данный момент за два месяца я уже заработал 200 тысяч рублей. Рубля, я имею в виду, посчитать. Вот, и всем своим знакомым, друзьям рассказываю, и я вижу, кто способен, кто может, кого заинтересовало. Я рассказываю детально все. А есть люди, которые неинтересно им это. Они говорят, а, плохотрон, как там твой, как говорится, Леня Голубков работает. Я говорю, хорошо работает, все нормально. Вот. Привлекла меня Оксана Харченко. Вот, большое ей спасибо. Я ни за что бы не пошел, потому что я скептик. Вот, и много терял в своей жизни, и в последнее время много терял. И, как говорится, последние деньги, которые у меня были, я решил вложить в это дело благодаря Оксане. И я не жалею. Вот. И подо мной уже структура развивается. Я привлек пять человек. Ну, дай бог, чтобы они у меня привлекли еще больше, и мы вместе всех зарабатывали. И всем было кайфово. Как моя сестра говорит, это она вштаривает ее. Ну, меня не вштаривает, но я очень рад. Вот, поэтому всем-всех благ, всем больших достижений, всем удачи, всем здоровья. Вот. Ну, больше мне нечего сказать. Я всех приветствую. Спасибо, Владимир. Спасибо вам. У нас на очереди Лена Третьякова. Леночка, можешь подключиться? Лена? Лена или Александр, кто-нибудь на одном телефоне, подключитесь. Лена, сейчас идет. Сейчас, сейчас, минуточку. Слышно, да? Отлично. Слышно, камеру включайте, мы вас хотим увидеть. Я вас в туалет уже не видела. Лена, иди садись. Камеру надо найти тут сейчас, минутку, куда, где камера, непонятно. Вот написано, включить камеру. Вот. Так, подойдем. В левом нижнем углу микрофон и камера. Так. Они в телефоне, наверное, там. Да, в телефоне. В телефоне, внизу. Телефон. Лена, выключилась сейчас. Так, все, вот сейчас включена. Выключила. Так, без, меня не видно, да? Нет, не видно. Камеру включи. Очень жаль, я хочу, чтобы у меня это не было. Включай камеру. Сейчас, включить камеру. Ребята, пока Лена готовится, огромная просьба, хоть два слова скажите, это видео будет очень мотивировать ваших новичков. Мы обязательно все запишем, скорректируем, и это будет очень хорошей поддержкой новичкам. Вы, пожалуйста, подготовка. Подожди, подожди. Не кричит, не кричит. Елена, подожди, Елена. Это можно? Сейчас слышно? Сейчас видно меня, нет? Нет, Лена, не видно. А сейчас? Вот, видно. Отлично. Мои красивые глаза. Здравствуйте, друзья. Хочу поделиться своей историей. Значит, я вошла в проект в декабре девятнадцатого года. Пригласила меня Татьяна Бардашова. Вот, ну, признаться, я была не готова войти в эту компанию сначала. Не хотела разбираться, и начала только разбираться тогда, когда только в апреле получила свой первый сто долларов. Я их вывела на карту. Вот. И в общей сложности я вложила сто долларов, вывела их на карту. И после этого, когда я получила деньги, реально думаю, блин, работает же компания. Вот. И я стала приглашать людей после этого. Вот. Мне захотелось всем рассказать, поделиться этой возможностью. Вот. Ну, расскажу о себе. Я предприниматель с 22-летним стажем. У меня был свой магазин по продаже медицинской литературы. И я всегда мечтала иметь бизнес именно в интернет. Чтобы не было привязок ни к месту. Вот. И была свобода в передвижении. Этот бизнес можно было развивать везде, по всему миру. Имея только вот инструмент, это гаджет. Вот. В котором, через который можно все это развивать. Вот. И всегда хотелось, чтобы деньги на меня работали. Вот. Как-то вот грустно все время же работать на деньги. Вот. А когда деньги на тебя работают, это такой кайф. Вот. И когда я, значит, дальше стала развиваться, приглашать людей. И у меня стали люди инвестировать в хорошие такие суммы. Вот. Вот. И я стала получать уже, смотрю, к бонусу там стала продвигаться. Вот. Все. И стала повышаться по процентам. Деньги стали появляться. Еще случилась же пандемия. Как бы. Вот. И, значит, я тогда вспомнила об этой компании и тоже посмотрела, у меня там накопилась уже сумма денег. Я стала выводить эти деньги, и мне было на что, так скажем, жить. То есть, вот. То есть, вот эта компания, аль-маркетинг, значит, она помогла. То есть, единственная возможность моя стала на тот момент получать деньги. То есть, других возможностей у меня на тот момент не было. Вот. И я очень благодарю Татьяну, что она мне дала эту возможность. И помогала всегда, и помогает и сейчас. На данный момент я включилась в проект. Ну, так уже серьезно начала здесь развиваться и изучать его. Буквально только, так, когда? Ну, вот в марте у меня просто еще муж вошел. И он очень хорошо начал меня здесь поддерживать. Вот. И мы вместе в марте поработали очень активно. И буквально уже в апреле я получила первый свой бонус 100 долларов, 500 долларов. Потом уже 9 мая получила полторы тысячи долларов в бонус. И вот скоро уже получу 2,5 тысячи долларов. Вот. Это очень приятно. То есть, такое, скажем, момент такой, когда ты спишь, просыпаешься, заглядываешь в свои кабинеты, и там уже деньги. То есть, ты спишь, а деньги работают. Вот. И мне, естественно, хочется, ну, этой возможностью поделиться с большим количеством людей. Вот. Чтобы я хочу, чтобы вокруг меня было много богатых и счастливых людей. Вот. И чтобы люди не думали о том, что деньги достаются тяжелым трудом. То есть, они могут приходить легко и с удовольствием. Вот. И, значит, ну, здесь тоже не надо никого уговаривать, вот в этой компании, да. Только рассказывать людям. И кто хочет, тот заходит. И мотивировать никого не нужно. Вот. Это мне очень нравится. Очень легко сюда приглашать. Вот. И благодаря вот этой компании я сейчас развиваюсь, ну, я занимаюсь вокалом профессионально. То есть, ну, мне хобби, как реализую себя в хобби в своих. То есть, я сейчас пошла на курсы моделей, в школу моделей. Ездила, вот, недавно вернулась с Астрахани. Там ходила по подиуму. То есть, исполняю все свои детские мечты, вот. Чему я очень рада. То есть, эта компания дает мне возможность, свободу дает. И хорошие деньги. Вот. Что еще нужно? Вот. А цели мои в компании – это, конечно же, достичь бонуса 2 миллиона долларов. Вот. Иметь капитал в банке 3600 тысяч долларов. Ой, 3 миллиона 600 тысяч долларов. Я хочу иметь в банке такой капитал. И вообще хочу в этой жизни получить опыт успешной и богатой женщины. Чего еще в моей жизни не было. Отлично. И желаю всем, ну, тоже, тоже мечтать, именно, знаете, чтобы не зависеть от денег, вот, чтобы не думать о них, а просто жить, получать удовольствие от жизни и, ну, и радоваться. Отлично. Отлично. Выдохнула. Лен, вот, поменяйтесь с Сашей, пожалуйста, местами. Сейчас. Давай, Саш. Потому что тогда у нас была школа, ты сейчас прям 5 минуточек скажи, нам это важно. Давай, 5 минут, 5, Саш. Я здесь не вижу камеру, показывает, нет, наверное, что-то видно. Все видно, отлично. Я приветствую всех с большой душой и сердцем на этом, значит, коротком нашем мероприятии. Ну, мне сложно, что добавить. Сейчас получил бонус 500 долларов, следующий бонус полторы, то есть если по результатам говорить. Ну, за последний... Кем ты, чем ты занимаешься по жизни? Вот, ты кто? Ну, вообще я предприниматель. Предприниматель. С 12 лет работаю уже вообще в целом, ну, не как предприниматель, а как бы, ну, добываю деньги для жизни своей. Вот. А последние 15 лет я занимаюсь интернет-рекламой. Вот. И вот эта возможность аймаркетинг, как бы, что хочется сказать? То есть я уже говорил ранее немножко, что это абсолютно новый этап развития в области интернет-рекламы. Потому что сегодня все предприниматели во всем мире, бизнесмены, компании хотят результатов и хотят платить за результат. Вот. И аймаркетинг сегодня первая в мире компания, первая в мире, это можно смело сказать, потом, наверное, будет кто-то ее копировать, пытаться и так далее, которая гарантирует результат всем, как инвесторам, нам, да, вот, значит, и результат конечным продавцам, которые нам платят хороший кэшбэк. Вот. Больше 50% по-моему кэшбэка инвесторам здесь начисляется. Вот. И на мой взгляд, вот, только все начинается. Поэтому кто-то, если еще думает, там, заходить, не заходить, продолжать, не продолжать, однодневка, неоднодневка. Сегодня только 20 тысяч компаний, которые платят кэшбэк, которые договора о аймаркетинге. В мире десятки миллионов компаний, которые тоже будут постепенно заключать договора с аймаркетингом, которые все будут готовы платить за результаты кэшбэка. Все, что нам нужно делать на сегодня, это осознать просто эту возможность, принять ее и действовать, не слушая, не собирая в интернете разные там, как сказать, У меня уже все в аграрную тему идет, я тут, Лен, не тоже шлют, там, из Германии всякие, ну, как это, хайпы или как это, негативные всякие штуки. И мы всячески нейтрализовываем эти вещи в людях в первую очередь. Я уже шучу, мы такие, как пожарники. То есть, главное, что, если к вам, вот совет такой хочу дать, кто вошел в проект, кто уже работает в проекте, нейтрализуйте, будьте нейтрализаторами негатива, не будьте его распространителем. Вот как только к вам пришла какая-то информация негативная о компании, что, там, не знаю, что-то однодневка, там, пирамиды, еще что-то. Вот, я сегодня уже опять к аграрной, к своей любимой теме вернулся, как я нейтрализую сегодня. Ко мне приходит от человека, допустим, ну, он что-то где-то накопал в интернете, да, там, какой-то негатив. Я говорю, на что-то похоже, ему говорю первый вопрос. Но он говорит, это вот правда. Я говорю, на правда же это не похоже, правда, мы же уже с тобой зарабатываем здесь деньги, если там кто-то говорит, что там это однодневка и так далее. И спонсоры наши, Татьяна с Виктором уже больше двух лет в проекте, однодневки столько не существует. Я назвал это, не знаю, там, кто, как сейчас это услышит для себя, но я это назвал таким словом. Говорю, ты где нашел эти коровьи лепешки, я их назвал вот так. Вот, понятно, наверное, всем будет. Когда кто-то мне негатив присылает. И говорю ему следующее, говорю, там есть еще, сходи еще, пожалуйста, поищи по интернету, собери все коровьи лепешки, и мы с тобой из них сделаем хорошее удобрение на нашем огороде под названием iMarketing. Вот, и с помощью этого удобрения будем получать с тобой хороший урожай. Вот так я нейтрализую негатив сегодня со стороны различных, значит, ну, завистников, назовем так, или там еще что-то. Слушал последний кофе, вот этот, краем уха, там, что-то там, это казашка, или что-то там, что там у них в Казахстане, я не знаю, происходит. Вот, ну, я тоже, если она сейчас на связи, или потом в записи послушаю, хочу вот тоже, пускай собирают все коровьи лепешки, мы потом все вместе превратим в удобрение. Вот, значит, ну вот, как-то так. Такой совет. Спасибо, Саш. Спасибо большое. Вот, спасибо, я благодарю всех за внимание. Ну, в общем, работаем, продолжаем дальше делать результаты, развиваться. И всех хочу, как сказать, вдохновить на то, что надо двигаться дальше и не оглядываться назад. Идем вперед, не смотрим в зеркало заднего вида. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо большое. Александр, спасибо. Благодарю. Спасибо. Красавцы. Спасибо. Все, всем пока. До связи. До связи. Не уходи далеко. Кто еще хотел бы поделиться своими результатами? Ребята, не стесняйтесь. Давайте запишем видео, где мы делимся результатами. Вот я видела, в чате была Ирина Якина. Если она еще здесь, я хочу попросить ее подключиться, потому что я сегодня получила свой первый бонус в 100 долларов. Кстати, да, да, да. А ее, по-моему, здесь нет. Здравствуйте. Я посмотрю на вас и восхищаюсь. Вы в возрасте люди и молодцы. Так стремительно работаете. Вы прям даже с удовольствием верите во все это. Ну, как бы аирмаркетинг, он реальный. Я тоже поверила так же, как и вы. И так же хотела бы, чтобы все молодые были такими же стремленными, как вы. И чтобы думали прямо вот как вы все, все, да, взрослые люди, чтобы все молодые тоже добавлялись к нам. Потому что я так же приглашаю людей, да. Молодые не верят, говорят, что это все аирмаркетинг-пупло, что это не может быть. Но я сама так-то только месяц. И у меня небольшая сумма, чтобы показать вам похвастаться, да, тоже как и вы. Но надеюсь, в ближайшее время буду так же в вашем составе и тоже хочу похвастаться своими деньгами обязательно. Я восхищаюсь вами всеми. Наргиза, раз хотите, значит, так оно и будет. У нас тут было просто невозможно. Дай бог, вы все молодцы. Я вот смотрю на вас всех. Вы просто молодцы. Друзья мои, кто хочет поделиться результатом? Ирина написала, что она в дороге, ей не очень удобно говорить. А давайте я поделюсь. Давай, Татьяна Анатольевна. Ну что, меня зовут Татьяна Бардашова. Я, мне 57 лет. Я так же предприниматель, но какой предприниматель? Я коуч, бизнес-тренер, энергопрактик. Про компанию узнала 4 года назад. Тогда, когда на стартапе был ENB Network. Восприняла я эту новость от Леонида Пинчука, это нашего вышестоящего спонсора. Помнят все те, когда слышали мою реакцию, потому что я сказала, что это фигня, это дрянь, это пошли вы все нафиг. Это вот была моя такая реакция. Потом я разбиралась, почему она у меня была такая реакция. Ну и, по сути дела, новая. Там, где очень много нужно разбираться, это криптовалюта, нужно было разбираться, нужно было очень много учиться. И внутри было очень много сопротивления. Очень много. Поговорила с собой, но, помимо того, я еще сетевик с 10-летним стажем. Поговорила со своими ребятами, со своей структуры. Нашли не компромисс зайти в компанию, а нашли выгоду, чем будет выгодно, если мы зайдем в новую компанию, стартап, где очень большие риски. Нашли для себя такую альтернативу, что мы будем учиться новому. Мы узнаем, что такое криптокошельки, мы узнаем, как переводы делать. Мы осваивали LocalBitcoin, как все делать. И пошли в проект. Потом он остановился из-за падения битка. Было много разных суждений по этому поводу, а у меня была четкая убежденность. За то время, пока 8 месяцев жила компания, у меня была четкая убежденность, что ребята вырастут и пойдут дальше. Что и произошло. По сути дела, когда открылся и маркетинг, вкладывала всего 100 долларов. Вкладывала 100 долларов, добавляла, и полгода вообще ничего не выводила, только добавляла. Наверное, 2 или 3 месяца, 2 месяца, наверное, точно. Я разбиралась, потому что за мной еще люди должны были идти. Как выводится, что выводится. Очень хорошо разбиралась, а потом только начала своим говорить. Давайте, смотрите, тут вот так-то и так-то. Давать ссылочки, рассказывать, что все работает и все замечательно. Делала массу ошибок, кучу ошибок. Переводы карт делала ошибки. Отправляла в одно место кошелек, делала в другое место. Делала очень много ошибок. Это вот когда люди говорят, ой, меня не получается. Слушайте, мне тоже 57 лет сейчас. Я делала очень много ошибок, но у меня при этом сложился очень огромный опыт. Я научилась. Поддержка огромная, ей спасибо. Я просто даже по себе знаю и то, что они для партнеров делали, и то, что для меня делали. Это вот зафига решить эти деньги бедные, хрен знает куда. А они потом их оттуда выковырят, тебе в кабинет обратно поставят. И огромная благодарность людям, проекту за эту замечательную возможность. Потому что инвестируя, начала со 100 долларов. Нельзя сказать, что у меня не было тогда денег. У нас достаточно хорошие капиталы от других компаний, от моей деятельности. Но именно в проект я стала инвестировать 100 долларов немного, и всегда я так захожу понемногу. Но на данный момент я могу в сутки вывести до полутора тысяч долларов. Ну, это самая такая средняя минимальная сумма. Это за счет того, что я свои деньги стала инвестировать, за то, что я стала продвигать и рассказывать о компании. И иногда мне говорят, как ты можешь это продвигать? Это ненадолго. А я уверена, потому что взаимодействую с компанией, с поддержкой. Нахожусь в лидерском совете компании. Я вип-директор компании. Получила уже 50 тысяч долларов бонус. Иду к 150 совсем немного, осталось тысячам. Очень интересно развиваюсь. Мне очень радостно, что люди, которые за мной заходят, благодарят меня и имеют результаты. Вот замечательная Татьяна Вяткина. Ну, вот все девочки, которые сейчас выступали, они по-хорошему, это все моя структура. Те, которые были осторожны, но потом пошли и получили результат. И это нормально осторожничать, это нормально. Просто нужно во всем разобраться. Вот такой мой опыт и вот такой мой результат. Спасибо, Татьяна, за твой результат, за твой опыт, за твою работу, которую ты делаешь со структурой. И за твою выдержку, за твою выдержку, что на самом деле много вопросов тебе обращаются с помощью, с вопросами о помощи разрешить. И ты постоянно вот в этом процессе находишься. Тоже как скорая помощь, помогаешь партнерам исправлять косяки, которые в свое время сама тоже делали. Потому что очень много делала ошибок. И меня также поддержка одно время блокировала. Но блокировала не за то, что я там грубо разговариваю, а за то, что у меня было очень много переживаний из-за партнеров. Они писали, поддержка не очень корректна, либо не отвечала. Там я писала снова, они мне говорили, зачем вы дублируете, мы все сделаем. Мы про всех помним, мы все сделаем. Но я такая мамка, которая нужно проконтролировать, и сейчас уже сдерживаюсь и говорю, пишите сами, они все ответят, они все поддержат. Система работает как часы. Она дает возможность научиться многому. Это как обучающая платформа. Когда ты хочешь научиться чему-то в этом мире, зайди в АИ-маркетинг, и там будет все. И как с кошельками работать, и как в интернет выйти, и как кэшбэки получать, и как с партнерами общаться, и как с биткоинами. Там тизер. Очень много информации, которую можно узнать через эту программу, через эту компанию. Я рекомендую не упускать возможности. Не слушать никого. Слушать свое сердце. А ваше сердце всегда подскажет. На том пути вы или на другом. Всегда. Спасибо, Татьяна. Спасибо большое. Друзья мои, кто хочет поделиться результатом? Я уверен, что результатов гораздо больше, чем те люди, которые выступили. Но раз, 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 никто не хочет, тогда я сейчас делюсь своим результатом. Я могу рассказать. Ура! Можно мне рассказать. Давай, Нина, пожалуйста. Всем доброго дня. Меня зовут Нина. Я живу в Новосибирской области. У нас небольшой город, Болотное. В проект я зашла в начале января. Я получила бонус 100 долларов и 500 долларов. Отлично. Думала я, наверное, полгода. Ну и, конечно же, почти все жалею, что не вошла раньше. Упущенные возможности. Очень довольна, очень рада. Рассказываю, делюсь со своими знакомыми. Ну вот какая-то часть, конечно, говорит, что мы посмотрим, понаблюдаем за тобой, а потом мы за тобой пойдем. Вот кто-то идет сразу, кто-то наблюдает. Ну, радуюсь тоже успехом, что люди начали мои партнеры реинвесты первые делать. Бонус еще никто не получил 100 долларов, но тоже буду безумно рада, если кто-то тоже будет расти. Спасибо. Вложила я 3000 долларов. Сейчас я докрутила до 12 тысяч. Такие вот у меня успехи. Отлично. Нина за какой это срок? С января. Отлично. Отличный результат, да. Прям сейчас у нас начнется самое интересное для вас. И люди будут видеть, что вы очень серьезно вошли в бизнес, и у вас с этих денег очень хороший, очень хороший кэш. Вот. Да. Очень. Ну, тоже еще хочу добавить, что у меня тоже не один кабинет, у меня порядка, наверное, десяти кабинетов. Я экспериментирую, делаю и с подарочным, и без подарочного сертификата. Был один косячный кабинет, где почта неправильно указана, а там был с подарочным, отработал, 80 долларов наработал, поэтому 30 есть. Ну, надо же попробовать, сколько положить, да, 50, да, чтобы вывести. Ну, это разные-разные эксперименты, ошибки, на которых учусь, и тоже уже помогаю другим, потому что опыт, опыт помогает. Да. Когда у нас... Нина, еще скажите, скажите еще, пожалуйста, а вот вы как приняли это решение, почему вот зашли из такой, ну, сразу с серьезной суммой, с 3000 долларов, что для вас послужило вот основным таким критерием при принятии решения? Я наблюдала за Леной Николаевой, за Татьяной Кобзевой, о которой мне рассказали, да, познакомились с этим проектом. Захотела я в начале января, наверное, в декабре взять квартиру в ипотеку, и когда после обращения в банк я поняла, какую мне сумму нужно будет переплатить, и у меня такое чувство, я не знаю, какой-то обиды, злости, я не знаю, негодования возникло, как так, я буду столько переплачивать, да я лучше заработаю. И я просто, если до того момента полгода я как-то скептически, с недоверием к проекту относилась, то тут у меня просто вот какое-то такое спокойствие возникло, и доверие, что у меня все будет хорошо, и поэтому я с такой суммой вошла, и не пожалела. Отлично. Спасибо, Нина. А, знаете, последнее, что вы скажете, знаете, что последнее на капле было? У меня есть одна знакомая, она уже пенсионерка, и когда упомянули общезнакомой, что она тоже в маркетинг, я такая подумала, что если даже пенсионеры справляются, то и у меня получится все. Спасибо вам. Спасибо большое. Вам спасибо, Нина. Вот там у нас пенсионер есть, Валентина Ефимова. Ефименко. Да, да, да. Валентина Ефимова. Да, вот как раз добрый день всем. Как раз хотела сказать, что пенсионерка уже, ну, можно сказать, глубокая, со стажем. Да, вот все послушала. Но я вот с апреля, 6 апреля я пришла вообще в маркетинг. Насчет того, как я пришла, меня Света Потапова пригласила, и там сидела Таня Вяткина. Они вот объяснили, я даже не разбиралась, ничего не знала. Она говорит, Валя, пошли, тебе деньги надо, потому что знаем мы ситуацию финансовую, ты вот здесь можно заработать. Раньше мы были в компании, но там надо было приглашать. На очень, ну, как бы приглашение не очень как-то тоже уметь надо, и не все идут. Поэтому Азель говорит, в общем, как, ну, на пассиве даже можно заработать. Хотя я вот поняла, что тут сильно пассивничать-то и не получится, как бы само собой получается. Потому что, когда ты начнешь зарабатывать, то понятно, если у меня тут не было, тот сразу там 100 тысяч долларов скажет, Валя, откуда у тебя? Ну, конечно, будешь рассказывать и делиться. Ну, я так вот как зашла по приглашению с этим, с как бы, сертификатом, вот, там, ну, 3 тысячи рублей всего положила. Честно говоря, не очень занимаюсь, хочу разобраться, вот все в этом деле пока. Но меня вот больше, что я хочу сказать, как бы привлекает вот люди в этой компании. Я настолько поражена была, что думаю, я уже кого знаю, вот и Виктора Бардашова, Андрея, и Татьяну Бардашову, Танечку, Вяткину вообще прям просто, мне она как психолог мой уже лично. Мне вот что-нибудь тут плохо было, ну, как-то такое настроение, все ей что-то написала. Она тут целый час со мной всяким, мне там эти, как они, арифмации что-то там валят, давай ты вот так говори, все, правда, как-то поговорила мне легче. Ну, я поняла, что как бы вот так введение оставит. И еще мне что нравится, вот искреннесть. Я, ну, как сказать, что в мои, в общем-то, годы должны, ну, накопления какие-то, ничего у меня нет, у меня, в общем-то, одни долги получаются. Думаю, ну, как-то об этом говорить не совсем удобно. А ничего так вот, и Таня говорит, у меня были до двух, ну, что мало людей. Виктор, вот вчера мне прям понравилось, другие кредиты, ну, вот выбрался же человек, сейчас он в шоколаде, все понятно. Поэтому думаю, ну, как-то, вот за это просто, вот, ну, как, я осталась тут и поверила, и вот, я думаю, тоже у меня все будет хорошо. А, еще вот философия компании, какая-то, что, вчера же вот уже Виктор говорил, тренинги вот какие замечательные, говорит. Почему мы вот делимся с вами, рассказываем? То есть он говорит, мы чем больше отдаем, тем мы больше получаем, поймите нас. Вот нам отдаем, и мы взамен же получаем от нас энергию, от Вселенной, от всего. Вот, поэтому мне очень нравится, я думаю, у меня все получится с помощью замечательных таких людей. Спасибо большое, благодарю. Спасибо, Валентина. Спасибо. Обязательно у вас все получится, потому что прежде всего есть желание, а если есть желание, вам всегда будут помогать. Как говорит моя Татьяна, на 200%, сто процентов от нее, сто процентов от меня. Так, еще желает кто поделиться информацией и поделиться результатами? Там есть Аида, может быть, Аида поделится? Давайте я скажу немножко. Отлично. Давайте, Нина. Меня зовут Нина Ефремова, Новосибирск. Я просто хочу сказать, как я пришла в АИ-маркетинг. Меня приглашали сюда наверное года полтора назад. Я посмотрела, ну, как и все, я тоже умная. Посмотрела, долго некогда было разбираться, потому что мысли не было в эту сторону. Я так посмотрела, что-то там на рекламе и отмела этот вариант. Не стала его рассматривать. Сказала, это лохотрон, я не буду в этом принимать участие. Потом проходит время и вот я смотрю, что люди вокруг меня уже имеют доходы. Одни в Сочи уехали, другие там в Турции живут, третьи там квартиры покупать собираются, четвертые, еще что-то. Я пришла и вокруг меня, главное, все думают, что я уже здесь, а я еще не был, нет меня в этом проекте. Я пришла сама к Татьяне и говорю, слушай, я знаю, что ты давно в маркетинге, что у тебя там есть? Она говорит, да ничего, закинула я там маленько долларов, ну и все, и на этом, и он стоит сейчас. Я говорю, давай я под тебя зарегистрируюсь. Это какая, Татьяна? А это вот Лена идет, наша Третьякова, потом Савицкая идет, потом я. Понятно. К Савицкой пришла, я говорю, давай я под тебя зарегистрируюсь. Она, зарегистрируюсь, я говорю, только знаешь, я тебя обгоню, но ты будешь, как этот говорил, вы, денег нет, но вы терпите, да? Я тебя обгоню, подрежу, ты, надо будет тебе тогда строить вторую ногу. Ну, в общем, я начала помаленьку, в марте я пришла, какого числа? Короче, робот мой включился седьмого числа, седьмого марта. Вот, третьего где-то я зарегистрировалась. Ну, результаты, в общем-то, такие, я считаю, что все равно по людям, есть люди, команду я построила, но я не скажу, что прям там, ух ты, ух ты, но команда есть, конечно, люди, которые не могут пока войти с больших вложений, делать большие вложения, такие, кто сто, кто пятьдесят, кто этот, поэтому, работает, одна нога у меня удрала, но общий товар, оборот уже восемь, больше восьми тысяч долларов, да? Сотку я еще не получаю, но скоро уже где-то девятьсот долларов осталось доработать, и будет первый бонус мой, ну вот, в общем-то, компания мне очень нравится, как-то я спокойно к этому отношусь, и воспринимаю это все, не переживаю, что она, как там говорят, закроется, не закроется, здесь тоже девушке одной сказала, я считала, что она, в общем-то, умный человек, она занимается в интернете вот тем, чем занимается наш робот, да, вот, но это только она сама делает все, поэтому я говорю, Лен, ой, Маш, я говорю, ты занимаешься тем, что вот можно все это минимизировать твое время, то есть выйти на более большие доходы и освободить время, чтобы у тебя его было больше, чтобы с детьми больше занималась, ну, конечно, она тоже умная, она посмотрела и говорит, Ниночка, я вам скажу, ну, естественно, я уже знала, что она скажет, так не произошло, она сказала, ну, это же лохотрон, я говорю, как ты определила, ну, сейчас они наберут денег и закроются, я говорю, ну, ясно, это твое сугубо личное мнение, я переубеждать тебя не буду, она говорит, ну, вот посмотрим, ты заработаешь хотя бы там, ну, выйдешь на доход 50 тысяч, тогда, типа, вроде как, ну, я больше не стала пока с ней общаться, разговаривать, поэтому, ну, а так, проект мне нравится, главное, что здесь спокойно, что здесь можно не напрягаться, не переживать, что ты в этом месяце чего-то там не доделал, в том не доделал, и вообще, что тебе надо что-то сделать, поэтому, классный проект, дай бог нам всем успехов, стать, как Лена сказала, финансово независимыми и быть счастливыми и успешными. Спасибо большое. Спасибо, Нина. Спасибо за свой рассказ. Так, кто-то там еще, по-моему, хотел, если не ошибаюсь. Ирина Харланова хотела? Могу, и я попробовать поделиться. Скромный результат. Я здесь уже полтора, наверное, точно, если не два, в общем, с самого момента основания, да, сначала робко по чуть-чуть, но у меня тогда и больших денег не было, для меня 100 долларов были страшной суммой. Сейчас уже начала на своем, на своем примере показывать своим родственникам, своим мастерам, братьям, команде своей, и сейчас люди смотрят на меня на моем примере. Вот скоро, надеюсь, получу первый бонус. А какой у тебя пример? Чем тебе помог ай-маркетинг, Ира? Расскажи. Чем мне помог ай-маркетинг? Я же в Сочи переехала. Деньги сгибала именно здесь, потому что такой доходности практически нигде нет, с такой скоростью и с такой возможностью заводить и выводить так легко и просто. Поэтому задалась целью и собирала на переезд именно здесь. И сейчас на одном из аккаунтов я, в общем-то, оплачиваю арендную плату за квартиру и живу себе спокойненько в Сочи с видом на горы недалеко от вас. Отлично, да. Я знаю, что ты недалеко живешь. Ира, еще скажи, пожалуйста, ты вот рассказывать как давно начала? Ну, два года мы тебе как сказали, а рассказывать ты когда начала? Рассказывать ну, где-то, наверное, ну, летом прошлого года. Вот как раз перед тем, как остановка была тогда, я еще вот недавно, да, мы обсуждали как раз, что я рассказала сестре, она завела деньги и на следующий день все остановилось. Ну, кстати, Катя сейчас активнее всех остальных привлекает народ, всем рассказывает абсолютно, уже структуру строит. Ну, пусть там пополнения небольшие, но сам факт, что доверие появилось и вот человек теперь видит в этом ценность. Конечно, у нас была остановка, ребята справились с ней, вернули деньги, кто это хотел, да, но я знаю, что еще есть многие, которые даже не попытались этого сделать. Ну, я хочу сказать, что вот это очень круто, что компания, да, при возникновении таких вот ситуаций все-таки выполнила все обязательства, это прям доверие очень круто поднимает. У меня тут помощник кукурузу хочет. Ты еще и с помощником приехал? Да, я еще и с помощником, пока с одним, скоро второй будет еще. Отлично. И классно, что и маркетинг тебе в этом помогает. Да, и вот в ближайшем будущем в отпуск лечу тоже собственные деньги оттуда. Ира, вообще чем занимаешься? Я занимаюсь продвижением в социальных сетях, в Инстаграм в частности, настройкой рекламы, ну, как бы вот. Ну, и тебе тоже понятно, чем занимается и маркетинг? Да, так как я занимаюсь настройкой таргета, в общем-то, здесь вообще все ясно и понятно, да, для меня, каким образом строится эта таргетированная реклама. В общем, все, что делает робот, я, в общем, делаю своими руками, только на более маленьких бюджетах. Для клиентов, для своих. А здесь просто большие бюджеты и понятно, то есть откуда берутся эти ссылки, откуда делаются эти кэшбэки и так далее. То есть это все ясно, понятно и прозрачно. Вот, по-моему, вот, поэтому здесь вопросов к прозрачности, к понятности, к надежности компании абсолютно никаких. Спасибо, Ира. Спасибо, Ирина. Здорово, 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 здорово. Так, ну, еще, друзья мои, у кого есть желание поделиться позитивными своими результатами, опытом? так, нету, да? Не жадничайте, ребята, делитесь своими впечатлениями, даже если у вас сейчас нет результатов, даже если вы там сомневаетесь, сейчас сидите, поделитесь этим. Я хочу добавить, можно? Конечно, Бэра. Да, вы знаете, я сейчас, так как многие будут смотреть это видео, я хочу обратиться ко всем паникерам, ко всем недовольным, которые вот я часто вижу, когда жалуются, что почему, там, например, техподдержка отвечает поздно, почему вместо 48 часов, там, трое суток, четверо, пять, семь, с рекламным балансом, на рекламный бюджет стоят деньги, и так далее, и так далее, и так далее. Люди, на минутку давайте задумаемся вообще, что это за проект, и что это нам дает, понимаете? Дело в том, что мы в 8 утра не идем на работу, в 8 вечера не приходим, мы не собираем, не таскаем кирпичи, мы ничего не делаем, мы занимаемся тем, чем хотим, и еще в домах зарабатываем деньги, и неплохие деньги, то есть очень хорошие, я сейчас смело говорю, я уже посчитал, 2000 долларов в месяц у меня получается, это без реинвесции, без ничего, чисто, мы о таком только можем мечтать, поэтому, пожалуйста, обращаюсь ко всем, кто будет смотреть это видео, имейте терпение, доверяйте, и все вот эти воспущения, я считаю, ну как бы некорректно, в каком плане, что мы же ничего не делаем, то есть мне так понравились слова Татьяны Балдашова, когда она сказала, говорит, не нравится уходить, не нравится уходить, только вот не надо, чтобы не было этого негатива, поэтому, надеюсь, никого не обидел, меня правильно все поймут, вот, когда сроками или техподдержкой многие, некоторые люди недовольны, спасибо, спасибо Байран, спасибо, там у нас айфон Шам хочет сказать, пожалуйста, слово вам, здравствуйте всем, я уже рассказываю, у меня абсолютная уверенность в эту компанию, и я легко и просто рассказываю, у меня, в принципе, конверсия хорошая, я думаю, будем идти вперед и будем дальше развиваться, вот и все, спасибо, спасибо, Аида, пожалуйста, слово, Аида, Аида, микрофончик слева внизу, нажимаем микрофончик, и ты в эфире, что-то какая-то заминка у Аиды, Аида, ты с нами? в левом нижнем углу, ага, так, можно я пока? Конечно, можно, пожалуйста, меня зовут Галина, меня зовут Галина Тулегенова, я тоже из Казахстана, вот, ну, у меня история такая, что я, как зашла в интернет, тоже я простой советский инженер, никогда не была в сетевомаркетинге, вот, как-то решила заняться этим, была в матрицах, потом в этих товарных компаниях, ну, поняла, что надо учиться, короче, училась, училась, было очень, ну, как, трудно, ну, я не успевала, короче говоря, вот, а, и я начала искать уже компанию, где есть пассивный доход, вот, про аэмаркетинг я тоже так вот читала, где-то как-то, а потом услышала интервью Юлии Панины, потому что я как за ней наблюдала по сториз, и зашла в эту компанию, я вот, знаете, это как в сказке, когда ты в сетевом, допустим, в товарной компании, ты 3-4 месяца чему-то учишься, и не получаешь никакой доход, а тратишь деньги только на закупки, вот на это ЛПО, а здесь ты вложила деньги, и тебе 30 процентов, ну, это вообще, я не знаю, это, ну, действительно, ну, как чудо какое-то, вот, ну, я сначала вложила тоже 100 долларов, потом смотрю, что, ну, прибыль хорошая, все работает, я один кабинет завела по ошибке через Google, и из него специально вывела деньги, чтобы, ну, показать и саму убедиться, что вывод работает, вот, и когда я уже все убедилась, теперь я вкладываю деньги, ну, постоянно в этот, в свои кабинеты, и у меня вот за три года я была, когда в интернете, у меня не было ни одного партнера, я не могла пригласить, потому что, как, не была уверена в компании, в себе, а здесь у меня сразу появилось три партнера, три проплаченных, вот, и сейчас вот мы вместе как-то начинаем двигаться, ой, и вообще я в восторге, и это для меня сказка и чудо, вот, и вам спасибо, мне все это очень нравится. Отлично, спасибо большое. Аида, как у вас с микрофоном получается, не получается? Александра, желаете сказать? Ну что ж, мы уже полтора часа в эфире, по большому счету, значит, я так понимаю, что, кто хотел сказать, тот сказал. Можно мне немножко, может, это не в тему будет того, что это, я не знаю, как сегодняшний Zoom называется, значит, стала разговаривать с одной женщиной, рассказываю, есть, говорю, есть вот такой проект интересный, она говорит, ну, говорила, говорила, она говорит, это АИ-маркетинг? Я говорю, да, так я уже там полтора года, я говорю, и что, какие у тебя результаты? А никакие. Я 200 долларов завела, 400 вывела, и на этом все, закончила. Я говорю, а почему закончила? Ну, нужны деньги были. Я говорю, ты хороший, это бизнес по-русски точно у тебя. Ну, ты бы, говорю, оставила хотя бы 100 долларов или 50 долларов, ну, мне нужны были деньги. Я говорю, без этих бы 100 долларов, ты бы точно обошлась, говорю, зато сейчас бы у тебя были деньги, полтора года ты здесь, а так у тебя сейчас вообще нет, и все кабинеты стоят, вот люди еще так поступают иногда, то ли не доходит, это очень долго, я говорю, ну, теперь быстро ты без денег сидишь, вот сидишь это время, все теперь хорошо. Подождите, у нее результат-то был, она 200 вложила, 400 вывела. 200 вложила, а в два раза больше вывела. Конечно. Ну, ну, нужны деньги, нужны были деньги, она все сняла и сидит теперь, я говорю, теперь хорошо, теперь у тебя ты самый богатый человек в мире. Правда, очень часто так и бывает, человек рассматривает наш проект, вкладывает, например, 50, 80 долларов, говорит, о, классно, я посмотрю, посмотрел, заработал деньги, все вывел и снова идет занимать. Есть у нас такие, да, люди, вместо того, чтобы отправить в инвестицию маленькую даже сумму денег, потому что, вот, я уже делилась, что у меня есть такой опыт, когда в кабинете я вложила всего 48 долларов к тому, что у меня был сертификат, и я этот кабинет отследила, просто реинвест сделала, когда вспомню, и через год, 4 месяца там получилось 900 долларов, то есть я вложила 3 тысячи, а получила 60 тысяч за год и 4 месяца, это вот, когда человек хочет отдохнуть куда-то, да, ездить, положи 3 тысячи рублей, год и 4 месяца, там их реинвестируй, и, пожалуйста, отдохнуть в Сочи, прям вот классно и хорошо, правда? Да даже не отдохнуть, чтобы не ходить в банк, не брать кредит, а деньги эти у тебя есть, да, 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 поэтому я говорю, ну так же не делается, это тоже, это инвестиции, это, говорю, бизнес, поэтому это похоже на традиционный бизнес, вот ты, допустим, открыла, говорю, магазин с обувью, да, завезла один раз, накупила обуви, завезла в магазин, и все, рада, продала, все, не продала, ее же, говорю, надо пополнять ассортимент, надо же, говорю, работать с этим, точно так же и здесь, говорю, во и маркетинге, ты здесь какую-то часть реинвестируешь, какую-то там, может, выводишь пока, если позволяет возможность, может, не выводишь, то есть это, говорю, бизнес, за ним надо следить, а так, конечно, говорю, положила, забрала, все, и теперь говоришь, что бизнес плохой, медленный, ну вот, так еще у людей бывает. Спасибо, Нина. Да, Нина, очень содержательная история, на самом деле, вот, у нас Аида подключилась, Аида, получится, нет, сейчас выйти в эфир. Ну, похоже, не получается у Аида. Расскажи пока ты. Вот я к этому подвожу, пока там не получается, значит, я хочу рассказать свою тоже историю, ну, так скажем, так как я ведущий, значит, зовут меня Бардашов Виктор, я являюсь лидером структуры, в которой вы все находитесь, вот, на сегодняшний день мой статус Рубиновый директор, начинали мы все практически с нуля, вот, полтора года назад, два года назад, когда, ну, у нас история с Татьяной очень, естественно, одинаковая, потому что мы вместе с ней ведем бизнес, когда мы впервые услышали об этом о соединении, присоединении компании аимаркетинга и нейробрейн, было первое время недоверие, вот, потом увидели, что у нас появились какие-то деньги на счетах, думаю, откуда берется, начали разбираться, разобрались, что и откуда идет, и сразу, конечно же, стали, я собрал своих лидеров, и постарался донести ту информацию, которую я сам понял, значит, и мы потихоньку начали реанимировать нашу компанию, дело в том, что люди вложили деньги и были все обижены на то, что деньги пропали, на самом деле, как сказала Вараня Татьяна, деньги не пропали, компания была в затяжном кризисе, нашла силы и способы выйти из него, нашла выход в лице аимаркетинга, и когда я рассказал саму идею, кто-то тоже воспринял, кто-то не воспринял, но ничего удивительного там не было, потому что мы сами к этому долго шли, но тем не менее, мы активно начали работать с октября 2019 года. За это время произошло очень мощное развитие, к нам стали подключаться очень активно новые люди, которые даже не были войны. Увидели то, что я здесь увидел, это простота, легальность и прозрачность компании, то есть все видно в кабинете. Вывод на карты, завод с карты, средств настолько удобно, что очень легко и просто можно было так все делать. Поддержка работала великолепно, компания еще небольшая была и работали как часы, вообще там очень быстро все отвечали. и понятно, что с увеличением компании естественно нагрузка на поддержку увеличивается. Результаты за полтора года получились практически с нуля. Естественно до бонуса 150 тысяч долларов это все бонусы собрали мы уже. Сейчас уже не за горами следующий рубеж 650 тысяч долларов. Структура, я даже сейчас боюсь сказать сколько человек, наверное, тысяч 8 уже в структуре есть. И по большому счету, как сегодня вы сами видели, большинство людей благодарят за то, что дали возможность заработать денег. Кто-то решил свои проблемы с жильем, кто-то купил машины, кто-то элементарно просто рассчитался с долгами, кто-то гасит ипотеку. То есть у людей коренным образом меняется жизнь и самое главное, что это идет на всю глубину. Приходят новички, у них все получается. И большая благодарность компании за такую прекрасную возможность, что мы можем здесь реализовать свои даже самые смелые мечты. Поэтому мечтайте, не бойтесь. С нашей компанией здесь возможно практически все. И как уже мы выше говорили, было бы желание, а мы вам в помощь. Ну и подрезюмирую, так скажем, в конце с нашу встречу. Еще раз хочу сказать, что на сегодняшний день мы с уверенностью смотрим будущее с нашей компанией, потому что все, что делают они, это как раз и говорит о том, что компания настроена на долгосрочную работу. Компания постоянно в развитии. Ну и соответственно мы вместе с ней тоже развиваемся. Вот. Что еще сказать? Что еще сказать, Татьяна Анатольевна? Думаю, что, ну, ну, конечно же, сказать важно, что вот сегодня об этом говорилось, значит, на самом деле это очень важно, когда не только ты получаешь, зарабатываешь в компании, а что зарабатывают твои партнеры. И это на самом деле очень дорогого стоит, когда мы были в других компаниях и нам говорили, вот наши лидеры зарабатывают там, а сегодня я могу сказать, что мои лидеры зарабатывают 10 тысяч долларов, 20, 50 тысяч долларов, бонусы уже забрали. Я могу об этом с гордостью говорить, потому что, ну, блин, ну, на самом деле дорогого стоит, когда вот можно спокойно сказать, что вот люди зарабатывают деньги, не только, допустим, я один зарабатываю, все люди, кто хочет, все здесь зарабатывают деньги. Ну, это же просто классно. Конечно, классно. Я могу сказать, что я, как бизнес-тренер, у меня есть авторские программы свои, и у меня есть клиенты, которые на них приходят, и это люди, которые вместе со мной там полтора-два года, полтора года назад, год назад, просто вкладывают деньги и получают результат. И это не важно, продвигаешь ты проект, не продвигаешь ты проект, если ты положил деньги в свой маленький кабинетик рекламного агентства, они тебе делают продажи, и ты получаешь кэшбэк. И классно то, что каждый человек, каждый получает прибыль. Это самое главное. И сегодня я безгранично благодарю всех тех, кто дал вот этот небольшой отзыв. Он очень поможет нашим новичкам. Мне кажется, да? Поставьте крестики. Новичкам поможет это наше замечательное сегодняшнее мероприятие. А тот, кто не сделал отзыв, просто наслушал. Я знаю, что сегодня должны были подключиться вообще люди, которые не в маркетинге, не в ай-маркетинге. Вам стало что-то понятно про компанию? Были новички? Отлично. Я думаю, мы его даже обрезать не будем. Вот как мы говорили, так мы его и оставим. Правда же? Ну, скорее всего, да. Да. Тут даже и обрезать нечего. Тут те эмоции, которые важны для всех, по большому счету. Да. Огромное всем спасибо. Очень жаль, что не пришли лидеры наши, не поддержали нас, потому что у нас на самом деле большая структура, и в чате зарабатываем легко у нас там тысячи с небольшим, а структура у Виктора огромная, у меня тоже большая. Здравствуйте. Лидеры пришли, но не успела вставить слово. Только хотела... Давай вставляй. Добрый день. Добрый вечер. У меня очень радостный отзыв, потому что благодаря тому, что я пришла в ай-маркетинг, я начала позволять себе жить в свое удовольствие. Если до ай-маркетинга я жила на выживание, то есть я зарабатывала деньги на то, чтобы выживать, оплачивать какие-то обязательные платежи, квартиру, коммунальные услуги, продукты, одежду, то сейчас я могу позволить поехать на тренинг в Сочи, я могу позволить себе поехать в Крым на две недели, я могу позволить купить себе подарки дорогие и совершенно не считать деньги, потому что я могу позволить себе заказывать в кафе то, что вкусно и полезно и не смотреть на цену. И это на самом деле очень повышает собственное чувство самоуважения, но и плюс именно в этом бизнесе я очень легко начала продвижение. Как говорили некоторые лидеры, то, что регистрируются люди и похоже как планктон, то есть люди где-то регистрируются, но мы не знаем, кто эти люди, у меня целая структура в Израиле, у меня есть структура в Сибири, в Сочи, на Северах, то есть и эти люди регистрировались сами, и только потом я узнала по запросу о поддержке, что у меня эти люди есть, ну и конечно я отслеживала потом и в компании EneroBrain, где структура, там я отслеживала уже, как мои новички сначала зашли на 100 долларов, на 200, потом уже сделали реинвесты, потом уже начали вкладывать по 500, по 1000 долларов, и это очень приятно, и я вижу, что моя структура растет, и я расту, мне это очень нравится, и я развиваюсь в этой структуре как личность, как бизнесмен, поэтому я благодарю Таню. А я вообще чем занималась? Скажи, чем занимаешься вообще, кроме аимаркетинга? Я была массажист, вот, я была массажист, то есть я работала в сфере обслуживания, сейчас я могу себе позволить выйти из этого бизнеса, делать массажи в свое удовольствие, своим близким, родным, друзьям, кто попросит меня, но я уже не делаю это своим заработком, потому что я вижу, что доходы гораздо меньше, чем вот продвижение аимаркетинга, в разы меньше, в десятки раз, и мне больше нравится проводить время за общением, в кафе, на встречах, приятное общение, беседы, что и дает мне еще больше прибыль. Отлично, ребят, смотрите, был Иван Белоусов и вот Наталья, ребята, которые в один момент позвонили и сказали, Таня, представляешь, у меня там внизу структура строится, а я и не в курсе. Это вот о том, как строится наш бизнес, не нужно продвигать, он продает себя сам, потому что здесь легко выводятся деньги, легко они зарабатываются, интересная, законная, легальная система, которая позволяет обучаться. Благодарю тебя, Наташечка. Обучение просто шикарное, на высшем уровне, мне очень нравится. Жду тебя в Сочи, дорогая, на тренинге. Обязательно. Хорошо. Благодарю. Спасибо тебе, дорогая. Спасибо, Наталья. Ну что, друзья мои, у кого есть что добавить? Или мы будем заканчивать? Я хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на мой призыв вчерашний. У меня уже некоторое время эта идея тоже была, что хотелось услышать историю, потому что я где-то глубоко-глубоко в этой структуре, у вас она большая, людей много, лидеров много, результатов много, и это действительно очень сильно мотивирует. И я хочу, чтобы мои новички, которые пришли только-только, подключились, которые только разбираются, хотя хочу, чтобы они, услышав эти истории, поверили, может быть, больше активности начали проявлять, больше доверия к команде, доверия к компании. То есть это наша встреча, она действительно должна стать очень сильным инструментом и помощником для каждого из нас, как для любого участника, для партнера этой компании. Поэтому моя искренняя благодарность, что вы были открыты, вы были отзывчивы, вы пришли, вы поделились, вы поддержали, и это очень-очень здорово. Я рада, что вы все здесь есть, что вы все здесь присутствовали, всем от меня искренняя благодарность. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!